В этом году в России будет собрано порядка 115 миллионов тонн зерна. Это рекорд за последние 25 лет. В Самарской области уже намолочено почти полтора миллиона тонн. И это еще не предел. Для сравнения, в прошлом году собрали миллион триста тысяч тонн. Это на 40% меньше, чем в 2014. Оптовые покупатели муки в ожидании снижения цен на этот товар. Директор Самарской макаронной фабрики Евгений Сальников приостановил закупку. Надеется, что когда расценки снизятся, он сможет покрыть свои убытки. За полгода их накопилось 10 миллионов рублей. В противном случае предприятие на плаву не удержится. Я знаю другое, что я не вписываю сегодня в разницу, в которой, допустим, покупаю муку и по которой продаю макароны. Мои затраты не вкладываются в этот промежуток. Понимаете? Не вкладываются. У меня нет прибыли совсем. Вот там говорят, что вот они, переработчики, наживаются. Чушь полнейшая. Сейчас килограмм зерна в зависимости от класса стоит 6-10 рублей. Гипотетически осенью цена может быть на 2 рубля ниже. Впрочем, это в том случае, если рекордный урожай получится сохранить. По оценкам директора агрохолдинга Андрея Зорина, больших площадей, где зерно сушит и хранит при определенной температуре влажности, в Самарской области немного. Крупнейший элеватор под Тольятти. Тот, что работал в Самаре на Хлебной площади, давно разрушен. Производители держат урожай у себя часто в неприспособленных местах и не торопятся сдавать его по низким ценам. Есть такое недоумение по этому вопросу. При обилии зерна его не так много поступает на элеватор. То есть производственники стараются это оставить у себя для какой-то игры с ценами и так далее, и не тратятся на услуги. Любой хозяйственник все-таки всегда оценивает свою продукцию выше, чем дает рынок, и имеет надежду, иногда питает иллюзией, что подержав у себя он выиграет. Но бывает так, что при этом и теряет. То заводятся там вредители в этом зерне, то теряется качество. По тэпам прироста урожайности в этом году особенно выделяются Центральный федеральный округ и наш, Приволжский. При этом экспорт зерна самарские производители осуществляют редко, не выдерживают конкуренции с югом России. Для тех регионов экспорт дешевле. Ближе основные потребители, отлаженная инфраструктура, возможности быстрой отгрузки, много зерна на воду. Соответственно, они в этом смысле более в рынке приспособлены. Для нас отправка на экспорт дороже, и поэтому зерна отсюда на экспорт уходит меньше. Ожидать снижение цен на хлебоволочные изделия, макароны и другие мощные продукты смысла нет. Электричество, топливо и другие составляющие конечной стоимости продукта только дорожают. Хорошо, если в ближайший год из-за рекордного урожая цены на хлеб останутся на прежнем уровне.